Сейчас стало много видов ипотеки, многодетная, под ЕЖС и так далее. А в целом по стране в последнее время самая востребованная какая? Конкретно по моему агентству это госпрограмма 2020, наверное, на первом месте, которая для всех граждан Российской Федерации, но вот под эти супернизкие ставки. При этом на моей практике востребованы именно вот эти самые льготные ипотечные программы, где ставка 0,1%, 0,7%. Несмотря на то, что люди приобретают объекты недвижимости с небольшим удорожанием, оно в среднем занимает, мы конкретно подбираем, где удорожание в среднем не больше 10% идет, но под этих ребят мы рассчитываем очень-очень долгосрочную ипотеку. Ну и льготные ипотечные предложения есть даже под специальную профессию, для IT-направления, к примеру. Как это может повлиять на рынок ипотеки в целом? Ну, сейчас мы, конечно, будем зависеть от ключевой процентной ставки, потому что у нас рынок разделился, скажем, на до и после. Если говорить про IT-ипотеку, то вот именно мои клиенты выбирают все-таки либо госпрограмму 2020, либо семейную ипотеку, просто по причине того, что у IT-ипотеки есть такая, скажем, задача под звездочкой, нужно работать все время в IT-компании. А госпрограммы 2020 и семейная ипотека, они также дают льготную процентную ставку, но при этом не зависишь от места работы. Ну а каков типичный портрет заемщика вот в 2022 году? Какой уровень дохода, семейное положение, может быть, сколько лет? Если про возраст говорить, все-таки 25-35 лет, это самая-таки распространенная возрастная категория. Много ребят, кто обращается именно с минимальным первоначальным взносом, без первого взноса или маткапитал идет в первый взнос, или там 15-20%. То есть это вот самые такие яркие, скажем так, портреты заемщиков. Ну и, как правило, это семейные пары с одним ребенком. Скажите, вот в разных регионах ипотека по-разному сейчас популярна у жителей. Что можно сказать о Тюмени? По Тюменской области у меня есть только информация от Сбербанка, которую, собственно говоря, я читала. Там есть про средний чек информация о том, что 3,7 миллиона рублей в среднем, средний чек суммы кредита. В конце прошлого года это было примерно где-то 3 миллиона 200. А на какие суммы вообще сейчас в среднем по России выдается ипотека? Вообще по всей стране где-то в среднем 4 миллиона считается средняя сумма кредита. По Москве, конечно, безусловно побольше, она где-то, наверное, в районе 6 миллионов рублей. А вот если по России возьмем, это в районе 4 миллионов.